Спасибо большое. Здравствуйте. Меня зовут Демидова Елена. Я хочу представить проект с длинным названием «Разработка информационно-коммуникационной компании по повышению престижа профессии педагог». Это также социальный проект для городов присутствия компании «Росатом». Для того, чтобы более глубже погрузиться в тему дефицита кадров, мы взяли материалы высшей школы экономики и посмотрели, что же в их разработках есть. Увидели, что из года в год количество детей на одного педагога растет, даже в сельском местности. Педагоги начинают совмещать предметы, что не может не сказаться на качестве образования. Также мы провели собственные исследования на детях девятых классов и спросили, кем же они видят себя в будущем. К сожалению, мы не получили ответа педагогу, и это для нас оказалось ужасным. Значимость проекта. Компания «Росатом» является системообразующей компанией с предприятиями и офисами по всей стране. И совместными усилиями, я думаю, что мы можем даже развернуть пиар-компанию на федеральном уровне, чтобы уменьшить дефицит кадров и увеличить престиж профессии педагога. От этого выиграют регионы, будет качественное образование, и, соответственно, выиграет каждый ребенок. Цель проекта – это формирование благоприятного и позитивного отношения к профессии педагог и поддержание его имиджа. На примере достаточно удаленного от Москвы города Семерск мы рассчитали целевую аудиторию. Целевая аудитория есть в достаточно хорошем количестве. Это младшие школьники, средние и старшие ученики школы, которые в перспективе могут стать квалифицированными педагогами. Это студенты педагогических вузов, которые нужно довести до профессии педагог, которые не должны сойти с своей траекторией обучения. Мы очень надеемся, что учителя в нашу компанию присоединятся. Учителей есть профессиональное выгорание усталости, есть желание уйти в репетиторство. Мы не должны этого допустить. Мы приглашаем следующих партнеров в наш проект. Это, конечно, департамент Джара Росатом, департамент КССО и представители Росатом в регионе. Наша схема работы с партнерами уже отработана. Мы сотрудничаем с департаментом образования, с директорами школы, учителями и будем подключать СМИ, наружную рекламу, инфлюенсеров и так далее. Просим поддержать наш проект в качестве спонсорской поддержки для реализации данного проекта. Программу мы разработали длиной в один учебный год. Мы будем опираться на всем известные опорные пункты. Первый сентября, день учителя, какие-то школьные мероприятия и так далее. Также будем придумывать самостоятельные опорные точки, на которых будем развивать пиар-компанию. Предлагаем фестиваль «Я учитель» сделать последним ярким событием в нашем проекте. Проект легко масштабируется, можно сделать как в одном городе, так и в регионе. Конечно, можно на федеральный уровень выходить, но я думаю, что это все со временем. Результаты проекта, конечно, повышение популярности профессии, сохранение людей в регионы и привлечение новых в компанию, новая ценностная система у детей и создание сообщества единомышленников. У нас есть опыт реализации социальных и коммерческих проектов, похожих на это. Поэтому мы работаем командой, слаженной привлекая и расширяя горизонты. Спасибо большое, я готова к вопросам. Отлично, Елена, спасибо. Переходим к блоку вопросов. Первый вопрос. Большое количество компаний, которые занимаются так или иначе повышением квалификации педагогов, развивают компетенции. Кто основные конкуренты и не кажется ли вам, что рынок и так перенасыщен с точки зрения того, куда у педагога могут направлять развивать те или иные компетенции? Как вы к себе пригласите этих самых педагогов? Мне кажется, что здесь вопрос у нас не про компетенции, а вообще про престиж профессии педагог. То есть нам нужно новые детей заинтересовать в этой профессии. Поэтому у нас есть прекрасная программа «Земский учитель», у нас есть конкурсы «Учитель года». Но он как-то проходит даже для Москвы достаточно дистанцированно. То есть это очень самые активные инновационные люди, которые могут участвовать. А до регионов обычно эта история не доходит. То есть даже в нашем акселераторе можно слышать, что у нас нет педагога по химии. Ну как так может быть, что нет педагога? То есть цель пиар-компании – это создать информационный шум на протяжении учебного года, чтобы дети поняли, что выбор есть, выбор прекрасный, он перед глазами. Учителя – это самая престижная профессия вообще когда-либо, учителя и врачи. Поэтому нам это поддерживающая компания. И к вопросу о том, как оцениваются все социальные проекты. Это сложно. Действительно, в это нужно вкладывать всю свою фантазию и ресурсы, потому что на пирамиде масла развитие человека стоит на высшей точке. Нельзя сделать один проект и сказать, все, наши педагоги самые классные. Нужно постоянно, постоянно, постоянно направлять усилия в этом направлении. Какие ключевые шаги тогда в повышении престижности педагога? И не кажется ли вам, что здесь может быть социальный разрыв, что престижность напрямую связана в том числе и с нормами оплаты педагогов в регионах? И вопрос не только в престижности, то есть в ощущении того, хочу ли я или не хочу быть педагогом, но и в том числе в материальной составляющей, из-за чего люди уходят. Как на это планируете влиять? Первое, как планируете конкретно повышать престижность профессии? И второе, не кажется ли вам некой утопичной историей, что повышение престижности не приведет к тому, что люди остались в этой профессии? Это похоже больше на философские вопросы, нежели на ТЗ разработки какого-то проекта. Об этом можно говорить много. Если компания Росатом имеет ресурсы поддержки социальных проектов, можно сделать некий конкурс, который сможет помочь материально поддержать тех детей, тех призами, чем можно завлечь профессию педагог. Поэтому здесь пиар-компания, она как раз настроена на то, что человек должен самостоятельно принять решение, кем он будет, никаких насильственных способов получить зарплату в 50 тысяч. Это вообще не про это, это не про социальные проекты. Тогда назовите, пожалуйста, количественные характеристики проекта. К чему вы стремитесь? Какой процент педагогов, на которых вы пытаетесь повлиять и привести к результативности? В общем сегменте и в том, что вы повлияете? Может быть, это определенный субъект или это все педагоги со всей страны? Вот, смотрите, мы расчет делали город Северск. Это 100 данные по региону. Мы не влияем на педагогов, потому что педагоги, они уже и так педагоги. Мы влияем на детей, которые в будущем выберут. Это профнавигация, такая очень хитрая, опосредованная через пиар-компанию. Это дети младших классов. Мы работаем вот такой промежуток времени, а со студентами, чтобы они потом не ушли в репетиторство как минимум и в другую профессию. То есть я слушала все лекции наших коллег из Еревана тоже. Где-то в чем-то я с ними согласна, потому что нам нужно удержать тех, кто уже выбрал этот путь. Спасибо, Елена.